Приветствую дорогие друзья всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Особенно приветствую тех, кто сломал всю голову с выбором, какую же сетку выбрать на пол. Клетку для перепелов. На самом деле, сколько сеток, столько и мнений. Я использую две сетки 10х10 и 12х25. Разница в них колоссальная, так же и разница по цене. Хочется сэкономить. Вот здесь и начинается весь гемор по выбору, что же выбрать. На самом деле, эталон удобства и практичности, логовечности, это сетка 12х25. Если у вас есть деньги, вам не жалко их для своих питомцев, берите эту сетку и не заморачивайтесь. Но если же хотите сэкономить, то сетка 10х10 также подходит для этих целей. Много негатива о ней, к которым я не согласен. Объясню почему. Потому что, допустим, у меня сетка 10х10 не забивается. Этот негативный отзыв появился, скорее всего, тогда, когда у человека была птица больна, диареей, в простонародье дрищ. Помет жидкий, казалось бы, он должен просачиваться. Но на самом деле, все происходит наоборот. Жидкий помет налипает, нарастает и забивает сетку. Поэтому это вот, наверное, и происходит. Также не надо путать перепелиный помет с куриным. И состав помета, он как бы разный. Поэтому тоже, наверное, здесь присутствует нюанс. А во-вторых, самый негативный отзыв, это что у перепелов образуются бляхи, мухи всякие там, наросты, натоптыши, мозоли на ногах. Конечно, я считаю, что есть в этом доля правды. Потому что 10х10 сетка, тонкая сетка. Появляются микротрещины, надрывы. Туда забивается грязь. Получаются натоптыши, намины и мозоли. Но на самом деле, на какой-то там большой потере яйценоскости здесь говорить нельзя. Потому что она не влияет. Конечно, если большой натоптыш, птица ощущает дискомфорт. Она меньше двигается. Также пьет, также ест. Но двигается меньше. Получается ожирение. И от этого уже у нас происходит снижение яйценоскости. Отмечу, что эти наросты образуются в обоих у меня клетках. То есть 12х25, 10х10 наросты присутствуют. И замечено, чем старше птица, тем появление наростов больше и больше. Но это, я думаю, как и у людей. То есть кто-то страдает болезненно, кто-то не страдает. Поэтому все-таки это больше генетика. И, кстати, яйцо от таких птиц на инкубацию лучше не брать. Поэтому сетка 10х10 нормальный дешевый вариант. Она, конечно, не настолько долговечна. Она не настолько прочна. Потому что для меня, допустим, минус в этой сетке 10х10, то, что она не настолько прочная. Если клетка моя в районе 35 перепелов умещают, то нужно делать усиление пола, для того, чтобы не было прамина пола. Ванны как бы, да. Если у вас клетка с яйцеприемником, то получается затруднение из-за этой ванны с хода яиц в яйцеприемник. А в остальном все нормально. Тем более, если вы будете эту клетку держать там молодняк, самцов, то почему нет? Дешево, как говорится, сердито. Ну, а на этом наше видео можно заканчивать. Кому оно было интересно и полезно, и я все-таки смог склонить вас в ту или другую сторону по выбору сетки, это видео вам помогло принять решение. Ставьте лайк и заходите на канал. Подписывайтесь, творите добро. Делитесь этим видео со своими друзьями. Думаю, вам нетрудно нажать на кнопку поделиться. Ну, а мне будет очень приятно. Всего доброго. До встречи на канале. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok